10 секунд. Отлично. Ну что, уважаемые друзья, всем-всем добрый вечер. И раз вы видите и слышите нас, то сегодня четверг 22 по Москве, и мы снова на огоньке со Светланой Лавровой. И Светлана сегодня так же, как и всегда, готова отвечать на все ваши вопросы для того, чтобы мир и вы стали лучше, друзья. Светочка, приветствуем, дорогая, привет. Всем привет, очень рада опять быть с вами. Могу сказать, что я особо сегодня не готовилась к эфиру, потому что не получилось по времени, но очень приятно, что уже в Ютубе написал Марат. Побольше бы таких людей, как ты, и мир станет лучше. Благодарю тебя, Светлячок. Благодарю тебя, Марат. Ты очень поднимаешь настроение. И очень приятно, конечно же, когда такие отзывы идут. Прекрасно, прекрасно. Ну, а я перехожу на наш канал Ютуб. И пока заполняется наш Зум, где могут люди, все желающие, задать вопросы прям голосом и включиться даже в эфир на видеокамеру. Ну и, конечно же, сейчас я включаю уже наш Ютуб-чат и смотрю. Так, так, сейчас, минуточку. И смотрю. Да, пока только... Да, вот Марат уже поприветствовал. Так ты отсюда все зачитала, Светочка. Да, я отсюда все зачитала. Отлично. Ну вот, Мария тоже нас приветствует. Очень приятно. Привет, привет, дорогая. Ну и что ж, друзья, пока заполняется эфир, пока нет вопросов. У меня есть вопрос. Ой, я аж это в предвкушении, что сегодня моя, скажем, да. Я буду как сегодня открывать эфир и задавать вопросы. Я, Светочка, хочу спросить. Из того, что ты уже 10,5 месяцев находишься на таком особенном проживании, от которого только при одном, скажем, объяснении, что 10,5 месяцев Светлана без еды и без воды, у людей уже все схватывает дыхание. Они уже понимают, что это запредельное что-то. Это не входит в их вообще картинку мира. И, соответственно, что же с ними происходит? Они начинают отмахиваться, произносить даже какие-то, издавать странные звуки. Это невозможно, это невозможно. Я говорю, я ее лично знаю, понимаете. Так вот, Светочка, есть ли у тебя уже такие знакомства или люди, которые сейчас в окружении тебя, которые уже приняли это, либо есть люди, которые удивляются и проявляют особый интерес. Что творится в твоем окружении, Света? Ну, я могу сказать, что в моем окружении все меньше и меньше людей, которые удивляются. То есть даже мои родственники, они, так как они не готовы принять вот этот вот мой образ жизни, не готовы, видимо, морально принять, они просто туда особо не лезут, и они не спрашивают меня, они не уговаривают меня, они не задают мне каких-то вопросов, они просто спокойно, молча обходят эту тему стороной, и я тоже ее, соответственно, обхожу стороной. Но когда я прилетаю к ним в гости и садимся за стол, они очень тактичны. У меня сестра, она такая очень, я ее просто обожаю, она настолько тактичная в этом смысле, она мне просто говорит, можно я поставлю кружку перед тобой? Хотя у меня семья, она просто огромная, она у меня большая, у меня у сестры трое детей, у племянницы четверо детей, великолепный муж. То есть мы собираемся вот такой большой-большой компанией, вот, и они все в курсе моего образа жизни, причем вот муж моей племянницы, Руслан, он часто даже бывает на моих эфирах, и там высказываются, у нас мнения по многим поводам подпадают, вот, но вот насчет вот этого, они просто как бы вот так вот стороной входят. И я позволяю людям не травмировать свою психику, и если они меня не спрашивают, я им не говорю. Вот, но единственное, тут такой момент, меня очень часто спрашивают, а вот если вы захотите кушать, что с вами будет, если вы захотите это, а не хотите ли вы вкусов, а как вот вы вот это живете. Я все время не понимала, как ответить, видимо, это я только сейчас поняла, что я не понимала, как ответить. Я все время говорила, что у меня сейчас другие интересы, и уже мне это неинтересно. А совсем недавно, буквально пару дней назад, тоже разговаривали с моим близким человеком, и когда начали говорить про вкус, он говорит, ну, неужто тебе не хочется вкусов? И я тут осознала, что мне это, наверное, не тот вопрос, не тот ответ, что не хочется вкусов. А знаете, наверное, у каждого случалось такое в его жизни, когда он спит, и когда он просыпается, вот сон, он яркий, он явный, а когда он начинает его рассказывать, сон как будто бы растворяется. он как будто бы вот тут же перед глазами растворяется, и ты вроде бы его помнишь, а уже даже рассказать не можешь. И вот то же самое, наверное, вот у меня сейчас со вкусами. То есть я их вроде бы помню, а когда начинаешь вот разговаривать об этом, оно как будто бы вот растворяется, как будто бы это вот в прошлой жизни, во сне, и вроде бы и наиву, а сказать ты уже ничего не можешь. Вот такое вот ощущение и отношение к этому. Очень-очень интересно. У меня сейчас тоже определенный этап. Я уже пятый день как с одной своей, скажем, наставницей прохожу осознанные сны, и каждый раз мне приходится что-то рассказывать. И вот если я сразу же не записала, как только проснулась, то, что у меня есть, то потом после обеда, когда она мне напоминает, я уже с трудом вспоминаю, что-то там было из такого, такой-то вот там человек, либо собака, что-то еще, и нету вот этой связки, действительно, уже какая-то она вот, уже не имеющая вообще даже какого-то логического вот объяснения или еще что-то. Классно, очень интересно. Так, ну что ж, друзья, я смотрю, смотрю, смотрю. Так, у нас здесь пока на Ютубе тихо. Так, хорошо, здесь тоже тихо. Ребят, ну вы имеете в виду, что мы можем немножко поговорить и завершить. наше свидание. Поэтому торопитесь, спешите, не ждите каких-либо. Привет, Андрей, всем чистых дней. Хорошо. Андрей, всем чистых дней. Очень-таки, скажем, стихотворно получилось. Хорошо, дальше. Если нет вопросов, то я буду вести эфир. Что ж такое? Мне это только на руку, друзья. Светочка, относительно твоих творческих проявлений, рисование, звучание музыкальное, может быть, в следующем этапе уже будет что-то с, скажем, с твоим телом, там, может быть, танцы, может быть, еще какие-то там вокальные вещи, проснуться. Как ты думаешь, что в тебе сейчас просыпается? Ну, я могу сказать, что я на сегодняшний день очень глубоко погружаюсь в состояние изучения тех компонентов, которые находятся в моем аватаре. То есть самое неизученное в нашем теле – это мозг. Он вроде бы есть, вроде бы наш, но никто его никогда не мог изучить. И вот в этих вот состояниях, особенно, когда ты включаешь депривацию сна, очень многие моменты начинают открываться и начинают открываться такие моменты, которые в обычной жизни, ну, наверное, если так корректно говорить, то, наверное, как сказки. Если ближе к истине, то, наверное, скажут, что, ну, все, сумасшедшая, уже ей что-то видится. И как раз вот в этом вот состоянии и на сегодняшний день то, что мне интересно, я, наверное, начинаю познавать и начинаю изучать другие плотности этого мира. И это настолько интересно, но в то же время меня немножечко опечаливает тот момент, что я не всегда могу это рассказать на открытую публику, потому что, ну, это не та информация, которую вообще готов воспринять нормальный мозг, нормальный, который считается у нас нормальный, среднестатистический. Обычный. Да. Поэтому я, конечно же, очень жду вот детокс-марафона, чтобы посмотреть, насколько готовы люди к восприятию той информации, которая у нас за семью печатями, к той информации, которая у нас вообще неприемлема в нашем мире. И если я увижу, что люди действительно готовы, то в марте, наверное, я по-полному выдам ту информацию, что я вижу, и максимально попробую приблизить людей вот именно к тому, на что они способны. Приблизить людей к тому, что можно не только, что можно жить единовременно, мы живем единовременно не в одной плотности, но мы не все это помним. И чтобы вот это вот ощущать в полной мере, конечно же, я максимально попытаюсь это передать. Но только, конечно же, мне нужно понимание, что люди действительно готовы, потому что это, ну, такая информация, если, ну, например, если бы мне сказали еще, ну, наверное, год назад хотя бы, я бы не совсем ее восприняла, хотя бы мне было бы это интересно. Ну, а если бы сказали мне это, когда я была на сыроедении, то я бы, я бы, скорее всего, сказала, как бы, ну, все, уже вот, надо бы поспать. Покручила бы у виска, да, отлично, отлично. Я так понимаю, что на детоксе у нас будет и депривация сна. Обязательно, да. Детокс это будет, на самом деле детокс это будет не как общепринятый у нас детокс, это похудее, верни свою фигуру. Нет, у нас будет жесткий детокс с погружением в самого себя. Ну, мы его так назвали, потому что, ну, как бы, после новогодних праздников это будет подготовка к глубокому ретриту с перепроживанием себя нового. Вот, поэтому у нас будет детокс, это тоже самый будет ретрит, но он будет без умирания и без возрождения. Но это будет, когда мы начнем знакомиться с самим собой, это будет тоже глубокое погружение в самого себя и на облегченном питании, на очень облегченном питании. То есть это не будут какие-нибудь там паровые котлетки с сыроедческим майонезиком, да? То есть это будет, ну, такой хороший глубокий детокс, который может даже будет достаточно глубже, чем какие-то обычные ретриты. Вот так бы я сказала. Да. Ну, там у нас еще игры по-взрослому, танцы на гвоздях и так далее, и тому подобное, другие вещи, которые у нас будут на хорошей экскурсии, друзья. Вот, поэтому будет очень интересно. И я думаю, что от того, какая компания соберется, будет еще определение в тех или иных программах, в тех или иных наших практиках. Вот, насколько будут готовы, скажем, люди, настолько мы даем практику, потому что уже есть несколько уровней тех практик, которые можно дать. Так что до скорой встречи. Уже 14 февраля скоро. Позвольте себе вот этот так называемый День Валентина, День Любви к себе, сделать таким, да? Днем Любви к себе. Вот так лучше сказать. Хорошо. Я еще, Ремочка, можно ставлю тут некоторый момент? Сейчас, минуточку. Да-да, говори с этим. Да, я буквально за 5 секунд ставлю, что, ребят, мы еще решили, это еще не стопроцентное наше, не стопроцентно к нам подтвердили, но я думаю, что мы уже за выходные решим. Скорее всего, мы выберем отель другой, но это будут тоже Сочи. И именно поэтому мы сможем снизить обратно ту стоимость, которая была первоначально. то есть это в зависимости, мы уже говорили, что это в зависимости от отеля. И, видимо, мы вернемся к первоначальному, чтобы снизить эту стоимость, потому что нам бы, конечно, хотелось, чтобы максимум людей приехали именно к нам. Мы хотим больше людей, чтобы были счастливыми, здоровыми и познали себя, нежели чтобы это было какое-то малое количество, но там какие-то избранные. Мы все, ребята, избранные. И вот моя цель, это чтобы вы поняли, что каждый человек это особенный, это вы можете абсолютно все. Нет людей, которые вот исключение, а вы не такой. Вы точно такой же, если вы захотите. Замечательно. Я так вижу, Светочка, у нас в студии есть желающие задать вопрос. Хотелось бы, чтобы вы представились. И если невозможно включить камеру, то говорите, как вас зовут и ваш вопрос. Благодарю. Зовут меня Олег. Хотелось бы у Светланы уточнить. Вот она показывает нам очень такой интересный пример. Все готовы попробовать вслед за ней такую замечательную практику. Свет, хотелось бы вот просто понять, вот как вы ощущаете, откуда в вас поступает энергия. Ну, про энергию, наверное, уже не только я говорила. Энергия, она у нас аккумулируется в нашем теле. Мы и есть энергия. То есть, когда вы облегчаете свое питание, когда вы облегчаете свое тело, то вы тогда как бы подключаетесь, вы чувствуете ресурсы всего того, что есть вокруг вас. и это другое ощущение, оно намного мощнее, чем от любого другого. То есть, вы чувствуете энергию не только в себе, вы чувствуете энергию вне себя. И вот эта энергия, она вся принадлежит вам. Я не знаю, насколько понятно я это рассказала. То есть, никаких вот таких, как бы, некоторые рассказывают автономы, у них типа ядерный реактор, вот в районе желудка или солнечного сплетения, вот какое-то тепло такое исходит. Нет, это безусловно, я уже говорила, да, это безусловно есть. Ты вообще свое тело начинаешь чувствовать по-другому, по-иному. Ты, во-первых, начинаешь, то есть, что такое в животе вот этот ядерный реактор? Живот, это нас живо. Мы оттуда вообще, в принципе, мы начали формирование свое, подключаясь пуповиной, это через живот у нас началось вот это вот формирование, передача живы от мамы, от внутренних ресурсов матери к ресурсам ребенка. Конечно же, там все зарождается. И после, как правило, после 20-го дня, ну, у всех по-разному, сразу же, ребята, скажу, потому что некоторые говорят, ой, у меня не наступило, значит, что-то не то. примерно после 20-го дня, у кого-то раньше, у кого-то позже, вы начинаете чувствовать, как вот здесь начинает у вас просто аккумулироваться энергия. Да, она начинает аккумулироваться в животе, если уж так говорить. Некоторые начинают разбивать их по чакрам. Я правда не знаю, что такое чакра, я не знаю, где какая чакра, за что отвечает. Я просто могу сказать, чувствую, не распаковываться. Вы начинаете распаковываться изнутри. И вы тогда начинаете ощущать, что вы начинаете дышать не грудью, вы начинаете дышать, во-первых, животом, а потом у вас это дыхание переходит как будто бы на кожу. Но если это вот сканально рассказать, да, это тоже есть все. Свет, очень интересно. А вот подскажите, некоторые люди, которые по этому пути идут, они говорят, что и необходимости в дыхании как таковой, она постепенно у них начинает отпадать. То есть оно становится, как говорят, становится менее частым, то есть более редким. И поверхностным. Вот у вас не замечаете такое? Ну, я вообще могу сказать, что у меня с дыханием отдельная история, потому что все, наверное, знают, что я в прошлом или в бывшем или сейчас в стадии ремиссии я осматик, причем в такой очень серьезной степени была. И для меня какое-то время было просто приятно начать дышать полной грудью, как это говорится. И я очень долгое время вообще пыталась сохранить это дыхание, насколько это было возможно. Но сейчас я могу сказать, что оно действительно меняется, и меняется, как оно меняется. Оно не том, что... Я не могу сказать, что я сейчас нахожусь без дыхания, но я могу, например, катаясь на велосипеде, если я вижу, что там высокая горка, и чтобы дыхание у меня не сбилось, я могу его задержать на какое-то определенное время, подняться на велосипеде, а потом вновь задышать. Но у меня на сегодняшний день это не больше там... Я не засекала, правда, не работала со своим дыханием, оно другое становится, оно становится поверхностное. Ты очень хорошо чувствуешь, как ты начинаешь дышать и кожей тоже, потому что когда меняется климат вокруг тебя, влажность, ты это всегда ощущаешь кожей. Это есть. Но то, чтобы какие-то глубокие задержки дыхания, у меня пока такого нет. Но я еще очень мало времени в этом состоянии. Благодарю, очень интересно. И вот ваше мнение, от сезона это зависит, когда начинать подобное голодание лучше? Привязано ли это к посту, который был на Руси принят? Может быть, этот срок, он так более правильный? Ну, как ни удивительно, я как раз в это время и начала. То есть, мы начинали со Славой, не буду озвучивать его фамилию. Вот. И по определенным причинам, то есть, он говорит, мне было бы проще начать пост, чтобы меня не спрашивали, почему я не ем. Я говорю, окей, пост начинался 15 февраля в том году. Но единственное, что я уже после Нового года так мало потребляла пищи, и вот мне вот она как-то как надоела, что ли. Я думаю, ну выйду, и я не дождалась 15-го, я вышла 14-го. Вот. И это, да, это было связано с великим постом, но я не знаю, насколько это так совпало, либо так лучше. Но все-таки я думаю, что если вы подготовлены, если вы готовы психологически выйти, то, наверное, это может быть любое время года, и абсолютно точно уверена, что любое место географически на нашей планете. Светочка, 15-е марта пост был в том году, а ты февраля сказала. Ой, да, 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 15-го марта, я 14-го марта вышла. Все, я уже супут. Светлана, и какие-то вот для себя глобальные планы вы ставите вот в процессе? Он же ведь очень необычный, вы как бы пионер практически человеческий. может быть развитие каких-то своих сверхспособностей, может быть они у вас уже как-то проявляются. Ну, я могу сказать, что я, наверное, ставлю не какие-то глобальные цели, я ставлю то, что на сегодняшний день я хочу максимум людям рассказать, что это возможно, передать свой опыт, что я прошла, чтобы у них было на что ориентироваться. Это я говорю для чего? Я уже говорила, что я преследую свои сугубо такие корыстные цели. Корыстные цели, да. То есть я хочу, чтобы вокруг меня было максимально много единомышленников, я хочу, чтобы вокруг меня было максимально здоровых людей, максимально счастливых людей и максимально осознанных людей. только поэтому я вот это начинаю вещать, потому что иногда, да, бывает такое, что иногда хочется рассказать такие вещи, о которых пока не расскажешь, но уже хочется, они прям выплескиваются, и ты понимаешь, что, ну, пока рано, потому что я вижу комментарии, даже которые под видео, то есть людям начинаешь рассказывать какие-то вот эти вот моменты, а они начинают говорить, ой, ты поправилась, ой, синяки под глазами, ой, кожа не та, ой, то не то, то есть люди замечают не то, что я хочу донести, и, наверное, вот в этих ситуациях как-то немножечко так обесценивается это все, потом думаешь, ну, ничего, дальше, 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 и идешь, и дальше, и в этом направлении пытаешься все-таки протоптать эту дорожку, то есть пока пока вот эти вот такие самые обычные, самые земные, чтобы максимум людей узнал, чтобы максимум людей начало практиковать, и вот эти вот страхи, поняли, что вот эти страхи, они просто сидят в нашей голове, как наши установки. Да-да, Свет, да-да, это очень близко, и более того, это понятно, по-своему сформулирую, это наркотики, на которые нас посадила система для того, чтобы мы вот с утра до вечера занимались добычей пропитания, и ни на что больше нас не хватало. И вот мы пытаемся сейчас вместе с международной группой активизировать свои телепатические способности. Вот один из путей вот мы почему-то почувствовали вот именно ваш то есть выход человека на уровень нового как бы восприятия действительности, и вот по нашим ощущениям у вас уже должны, наверное, развиваться такие новые интересные качества как телепатия. Они присущи всем. Это я знаю. Это я знаю. Наверное, у вас это уже, наверное, ощущается по вашим глазам это видно. Это я рассказываю, у меня есть такой марафон, который тоже, к сожалению, пока не могу вывести в открытый режим, депривация сна, и там ребятам рассказываю, как можно видеть то, что происходит, например, там через две улицы, либо в другом городе, неважно, где, как это можно видеть, и я объясняю по полочкам, почему вы это можете видеть, чтобы это было не какая-то там сказка сказочная, а чтобы они понимали, от чего, к чему это все идет, и как это формируется одномоментно, в секунду, в мгновение в нашем восприятии, в нашем мире, так что ли сказать. Да, это возможно, это происходит, и я это рассказываю, но не в открытом доступе. Это да, это есть. Светлана, было бы вам интересно, если бы мы пригласили вас выступить перед такой международной группой, может быть, перед русскоязычной, я так понимаю, уже на русском, наверное, в основном, да? Ну, я веду и англоязычный, но там с переводчиком. Нет, у нас переводчики-то есть, но я думаю, чтобы времени меньше было, мы потом просто переведем. Если просто есть такое желание, было бы очень интересно вас услышать. Ну, я с удовольствием поделюсь своим опытом, конечно. Через вас или через Оксану как-то вот пообщаться, говориться о времени? Оксана, я не знаю, кто, там контакты, в принципе, всегда выкладываются под видео, вот, можете туда обратиться, и мы с вами уже договоримся по времени, да. Хорошо, большое спасибо, Светлана, очень, очень приятно с вами пообщаться. Благодарю, взаимно. Замечательно, благодарим вас. И Олег, Олег, да, был у нас? Да. В студии. Хорошо. До новых встреч и знакомства уже визуального. Ага, вот так вот, вот так вот потихонечку мир узнает про Светлану и про других людей, которые практикуют, друзья. Вот, у нас поступили вопросы, друзья. Начну с самого конца, даже не с самого конца, а с того, что актуальнее, да. Можно ли приехать на детокс на день раньше и уехать на день-два позже, Светочка? Я думаю, что мы этот вопрос уже завтра, мы договорились, в пятницу будем решать этот вопрос, и в выходные будет уже понятно. Я думаю, что либо через меня, либо через Риму вы можете этот вопрос уже уточнить потом. Я думаю, что вопросов не возникнет. По крайней мере, в предыдущий раз мы этот вопрос решили. Да, если это будет в том же месте, то да. В любом случае, вы же понимаете, что все у нас так изобильно и много всех мест, если даже заезд будет в конкретные часы фиксированные, то можно будет где-то найти себе проживание. Сейчас это не летний сезон и есть возможность. Хорошо, благодарим. Так, это была Любовь, Любовь задавала вопрос. Дальше. Сейчас. Так, это здесь переписочка идет. Итак, как быть с одиночеством на автономии, Святуля? Была замужем, муж был всеядный, несчастный случай и умер. Имела друга всеядного. отношения не получились, не понимают моего образа жизни, а мне плохо быть одной. Ну, во-первых, могу сказать, что вы пока не на автономии, потому что автономия предполагает, когда вам настолько комфортно. На самом деле, на автономии, когда говорят, что автономия обязательно подразумевает общение с кем-то иным, в автономии очень приятно общаться. Я могу сказать абсолютно точно, что когда я выхожу в эфир, я как будто бы, вот отдавая эту энергию, я как будто бы заряжаюсь через экран с вами. Мне очень приятно давать эфиры, мне очень приятно общаться с людьми, но мне не менее приятно находиться с самой собой. Мне очень комфортно находиться и что-либо делать, неважно, это может быть даже вплоть до того, что прибираться. Прибираться в доме, там в полном одиночестве, мне тоже это доставляет огромное удовольствие. И если мы говорим, что вы же не просто так сказали про мужчину, про мужчин, которые всеядны, то есть вы настолько важность своего питания завысили, что никто к этому даже подобраться не может. Уберите важность, пересмотрите свою точку зрения, потому что вы же не смотрите на человека, вы, например, пьете чай с сахаром, а кто-то без сахара. У вас же нет такого, чтобы вы не садились с ним за один стол и говорили, но он меня не понимает, он пьет без сахара, а с сахаром это же глюкоза, это же энергия, это же непонятно, что это же все такое благо. Вы же на это не обращаете внимания, а здесь почему-то сделали такую важность вашего питания. уберите. Я тоже заметила, когда я на чистых днях, то мои друзья, у них нет аппетита, или кого-то догоняют на следующий, либо в этот же, мы настолько находим интерес в общении, в других каких-то взаимодействиях, что вопрос о том, кто что кушает или не кушает, вообще не стоит. Да, абсолютно верно. Больше практики, друзья, больше практики. На самом деле это ключ к тому, чтобы разговаривать, не то, чтобы разговаривать, чтобы общаться с людьми уже без каких-то рамок, без каких-то претензий и ожиданий. То есть это просто уже принятие, жизнь в принятии, друзья. Хорошо, хорошо. Ну и чтобы не обидеть те, кто первые задавали вопросы, есть такой вопрос по поводу прививки. Светочка, ушла ли прививка, так как сегодня в закрытом клубе уже тебя спросили, но это же другая история, поэтому ответ, пожалуйста. Да, я только в этот раз хочу сразу же пометить, потому что столько было комментариев под видео Автополстар, когда у меня спросили про прививку, я так мельком ответила. Сразу же хочу сказать, что, ребят, мы говорим сейчас про прививку, которая ставится в роддоме либо в первый год жизни, детей это БЖ называет, и у каждого русского человека здесь есть шрам. Вот, я как раз говорила, что она у меня назревает и как будто бы выходит. И вот уже прошел, наверное, месяц, и она у меня уже загноилась, она вышла, насколько можно было выйти, и сейчас у меня там есть уплотнение, до сих пор еще осталось такое уплотнение, то есть, она вышла не до конца, то есть, она до сих пор выходит в течение такого времени, то есть, она уже вот как будто бы слоями, причем нагноилась это не как, не очень приятно об этом говорить, но тем не менее, это не как вот прыщики, да, гноятся, вот эти вот жидкие гной, а именно вот вот которые вот уплотненные такие вот, то есть, вот она так слоями отходит, еще отходит, просто я сейчас в кофте, не совсем удобно показать, но я в следующий раз вам покажу, если я, конечно, надеюсь, что она может быть уже пройдет максимально, но еще не прошла, еще есть уплотнение, да, платьица с коротким рукавом будем ждать тебя на следующий раз, или футболочки, да, хорошо, вот еще один вопросик по поводу, ну, здесь, конечно, даже я, мне хочется ответить, но я воздержусь, ой, Светочка, о книгах Малахова выход из сухих дней рекомендует на кефире или кислом молоке, твое мнение? Мое мнение, если, если вам резонирует Малахов, то попробуйте, у меня другое мнение, и мне кажется, что было бы правильным выйти из сухих дней с помощью полыни, почему полыни, потому что, когда мы на сухих днях, у нас идет застой желчи, то есть у нас желчный пузырь, как правило, не работает, и вся желчь, которая скапливается за время сухих дней, она остается в протоках желчных, и чтобы ее вывести, нужно, нужно как-то ей помочь, и как раз вот полынь, она очень деликатно помогает вот эти желчные протоки прочистить, и тогда вы выходите, когда из сухих дней с помощью полыни, то тогда желчные пути у вас прочищаются, и вы продолжаете находиться в великолепном настроении и без зажоров. А так, конечно, это ваш выбор, как выходить. Отлично, прекрасно. Да, ну, относительно, вот, мы что говорили сейчас, я немножко так улетела, так, как мы говорили все-таки про Малахова, да? Да. Знаете, в каком веке был Малахов, и что было, и как они, как говорится, какой образ жизни он ведет, и все остальное, это же тоже обычный сон, обычные всеедения и так далее, поэтому, ребят, о чем мы говорим? Тут, конечно, пошла дискуссия в чате, я не буду ее передавать, но я так думаю, что сейчас можно бы повторить, и возможно у тебя что-то света поменялось относительно шампуни и различных мыльных средств, в которых содержатся там животные жиры и так далее. Как ты выбираешь ли себе шампуни, либо у тебя воспринимает волос твой все вот такие вот эти обычные шампуни? Скажи, пожалуйста, что у тебя с этим? Я покупаю, на данный момент я покупаю просто себе бессульфатный шампунь, бессульфатный шампунь, бессульфатный кондиционер для кудрявых волос. Бессульфатный, все хорошо, отлично. Так, ребятушки, ну что, а вот Мария спрашивает такой хороший вопросик, не хочется ли вам отказаться от денег? Что вы об этом думаете? Или это как связь с людьми, находящимися в этой плотности? Ну, ребят, тут такой вопрос, я уже, наверное, несколько раз говорила. Если бы я была одна, жила одна, я бы, безусловно, отказалась бы от денег, я бы себе устроила бы такой экстрим, и я бы начала просто путешествовать по городам. Но у меня есть, и чему я безумно благодарна, у меня есть дети, которым я, как мне кажется, что я, наверное, все-таки должна дать то, после чего они смогут принять правильный выбор в своей жизни. То есть я их должна обучить настолько, насколько я их могу обучить в этом социуме. Я им должна дать то спортивное образование, чтобы они вообще прочувствовали, насколько им оно нужно, либо не нужно. И на все это требуется, естественно, денег. То есть я должна их одеть, я должна с ними где-то жить, а чтобы жить, у меня просто так за бесплатно не пустят где-то пожить. Поэтому, конечно же, денежные средства нужны. И если честно, то люди, которые говорят, что я живу без денег, ну, как мне кажется, это, может быть, грубо сказать, но это как какие-то присоски. То есть они же присасываются к тем людям, которые за них платят. Если они даже живут бесплатно у кого-то, то они живут у того, кто за это платит. Если им кто-то дает одежду, то им кто-то дает одежду, за которую кто-то заплатил. Так, у меня что-то зависло. Либо я зависла, либо Рима зависла. У меня вообще повис. У меня экран повис. Я могу в любой момент отключиться, не могу понять. Черный краун. А меня слышно, да? Прикольно. Тебя слышно, да. Вот. Поэтому, когда говорят без денег, нет, я от денег отказываться на сегодняшний день не собираюсь, потому что у меня есть ответственность перед моими детьми. И когда говорят люди, что я отказался от денег, ребят, в социуме, в котором все покупается за деньги, вы ходите по асфальту, который сделан, который положен, лежит, и тоже людям платили денежные средства за то, что их положить, деревья, которые обрабатываются в городе, транспорт, там еще что-то, это все сейчас замешано на деньги. И то, что вы говорите, что вы отказались от денег, вы присосались кому-то, просто кто за вас оплачивает то, чем вы пользуетесь. Но это мое мнение на сегодняшний день. Возможно, оно изменится. Возможно, я как-то неправильно на это смотрю, но на данный момент у меня вот такое видение. Так. А у нас все, Римма выпала, да? Да. Да. Я не вижу вопросов, и больше не вижу вопросов. Я так понимаю, что Римма у нас выпала. Я не понимаю, я вообще в эфире или нет. В эфире, да? Давайте я попробую тогда посмотреть, что у нас есть в Zoom, если у меня получится. А вы, ребят, если есть вопросы, пишите еще в YouTube. Если не будет вопросов, то тогда будем отключаться, потому что вот так вот немножко у нас получилось. Все. вопросов нет. Так. Седьмых. Сегодня после седьмых сухих принял твой эликсир. Горечь во рту пропала. Чувствую себя хорошо. Наверное, продолжу сухие. Здорово. Людмила. Светочка. Я с 3 февраля практикую каждые 2 месяца чистки на травах по 14, 28, 42 дня. Сейчас опять зашла. Хочу 3 дня сухих. Поддержите, пожалуйста. Поддерживаю. Присоединяйтесь в абсолютно бесплатный чат в Телеграме. И там у нас очень много ребят, которые делятся только своим опытом. То есть мы там не делимся чьими-то высказываниями, чьими-то книгами, чьими-то видео. Только свой опыт. Это самое ценное, что у нас есть. Это свой опыт. Поэтому присоединяйтесь к Телеграм-каналу. Если кто-то не знает, то все данные будут под видео. Вы можете написать, и я вам либо скину ссылку, либо там можете присоединяться. Можно про детокс поподробнее, или где можно получить информацию? Мария. Мария, у нас вся информация, максимальная информация это в топлинке в Инстаграме. Точно так же под видео есть все контакты. Под каждым моим видео Автополстар выставляет все контакты. Вы туда заходите, в Инстаграм, и там есть топлинк, там вся-вся-вся информация. Если что-то будет непонятно, пишите в личку, и я вам отвечу с огромным удовольствием. Светлана. Добрый вечер. Ответьте, пожалуйста, подробнее тему вреда соли с маслом в салатах. Лучше салат с солью, но без масла. Или с маслом, но без соли. Ребят, все очень просто. Соль и масло, то есть соль в масле не растворяется. И когда мы соприкасаем соль и масло, и употребляем это в себя, то есть салат с солью и с маслом, то наши почки, они консервируются. А почки должны выводить. Они должны выводить. И получается, что они настолько консервируются, что когда мы выходим на сухие дни, они у нас могут перегореть. Это очень опасно. То есть сухие дни, это когда мы говорим, что каждый человек может выйти на сухие дни, это все у вас в голове, идите, ничего не бойтесь. Нет, ребят, нужно очень аккуратно со своим телом обращаться, потому что мы его столько лет загрязняли, а теперь вот узнали о сухих днях и пошли без головы. Это не так. Давайте будем очень аккуратны и очень осторожны. Если вы делаете салат, и вы не можете еще пока избавиться от соли, то просто его посолите. Если вы хотите сделать с маслом, то тогда не солите, сделайте салат с маслом. Но соль и масло не нужно. И когда мы говорим о входе в сухие дни, я очень часто, очень подробно даю рекомендации для того, как начинать делать сухие дни. Не надо без головы туда входить. Это небезопасный процесс. Поэтому нужно очень аккуратно это делать, чтобы у вас не было потом каких-либо последствий. Вам это приносило радость, удовольствие и здоровье. Поэтому очень-очень все осторожно. Если кто-то не знает, как это делается, присоединяйтесь в телеграм-канал, присоединяйтесь в закрытый клуб. В закрытом клубе очень много этой информации. Прямо пошагово дается, как пить, что пить, в какое время, как нужно, что смешивать, как выходить, как заходить, что с вами будет происходить в сухие дни. То есть у нас полностью вся информация есть в закрытом клубе. Какова, на ваш взгляд, правильная формула перехода на неедение? Максимальный срок на сыроедение набор чисток? Тогда я благодарю за ответ. Вунеман. Это очень долгий ответ. Я сейчас не успею на него ответить, но я могу сказать, что еще раз, наверное, повторится. Если вы хотите, у нас там более 50 эфиров в закрытом клубе и все вот это по этой теме, по неедению. Что нужно делать на сыроедении? Как переходить? Как выходить? Как заходить? Что с тобой будет в сухие дни? Что будет на первый день, на второй, на третий, на пятый, на десятый? Там очень все подробно рассказано. И если вам это интересно, присоединяйтесь. У нас там очень достаточно скромная абонентская плата за то, что там сколько информации. Поэтому присоединяйтесь. Ваше здоровье. Это ваше здоровье. И кроме вас, о вас, к сожалению, никто не позаботится. Поэтому все с головой, все с разумом, все с умом и во благо. Светочка, ты самый лучший учитель. Огромное тебе спасибо. Спасибо огромное. На первое время лучше с маслом, но потом нужда в масле отпадет, а потом отпадет. Смотрите по своему организму. Светлана, благодарю. Благодарю. Ваша внешность говорит о вас все. Вы хорошая хозяйка, вы обещая жена, лучшая мать и просто прекрасная женщина этого мира. Спасибо огромное. Ребят, закончились вопросы. Риму, по-моему, выбило. Рима уже здесь, на промещении. А, Рима здесь. Пришла, да. Что-то интересное происходит в этом мире. Светочка очень хорошая. Я просмотрела эфир, пока здесь налаживала все это дело с другого телефона. Вот, ребята, если есть вопросы, задавайте. У нас осталось уже совсем 10 минут. И, да, вопросов было достаточно много. Прекрасно все. И все, что вы, если вдруг не считаете, что ответ был полный, то вы можете задать его и в Инстаграме. Вы можете также зайти в школу автономии к нам на Телеграм-канал и дождаться через неделю нашего очередного эфира. Ну, а за это время у вас есть время, конечно же, получить вашу личную практику, ваш личный опыт. И тогда вопросы будут более глубокие, да, и тогда вопросы будут уже, ну, как, как это, знаете, есть такая притча. Расскажу напоследок, Светочка, можно, да? Да-да-да, конечно, давай. Есть такая история, когда на железнодорожном переходе один мужчина спрашивал начальника ЖД вокзала, куда идет этот поезд. Ну, тот рассказывает ему, этот поезд идет оттуда и туда-то, все. А этот куда идет? Он рассказывает подробно этому человеку, куда идет этот поезд. И так, в течение полудня человек задает вопросы про поезда, а в итоге человек, сам начальник этого железнодорожного вокзала спрашивает, а вам куда надо? А он говорит, а мне никуда не надо, я просто хочу перейти через эти железнодорожные пути. Вот. Так что, друзья, понимаете, чаще задавайте вопросы, которые являются важными, да, и до тех пор, пока мы будем подглядывать в замочную скважину, в лично вашей истории жизни ничего не изменится, лично в вашем состоянии здоровья и каких-то больших свершений мало что меняется. Практикуйте сами, делайте все сами, приходите в чат вот школы автономии, где все ребята делятся опытом щедро, идет такая огромнейшая поддержка, вот, и поэтому мы ждем вас, всех, кто еще не с нами. До новых встреч! Да, я всех благодарю, до следующего четверга, и присоединяйтесь, конечно же, у нас выходные проходят эфиры в Инстаграме в школе автономии, по вторникам приходят эфиры на моей страничке, но и, конечно же, у нас очень часто проходят эфиры в закрытом клубе, и обсуждаем там такие темы, которые мы не выносим в открытый доступ, вот, поэтому присоединяйтесь, спасибо огромное за ваши вопросы, спасибо, что интересуетесь, очень приятно отвечать на ваши вопросы, всех благодарю, спасибо огромное Автопол Стару за такую возможность раскрытия себя, чтобы люди познавались, чтобы люди раскрывались, огромное-огромное спасибо и тебе, конечно же, Римочка. Да, принимаем благодарности, приумножаем и в мир отправляем. До новых встреч! Спасибо, Светульечка, спасибо, что ты есть. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok